Пришел на этот завод я через 20 дней после того, как мне исполнилось 16 лет. Я здесь проработал до лета 1964 года, до момента, когда я поступил в Московский инженерно-строительный институт. После того, как я отсюда уволился, я много, ну как много, ну несколько раз видел один и тот же сон. Я прохожу через деревянную проходную, сейчас этой проходной нет, но вот она на этом месте стояла, деревянная проходная. Я прохожу через эту проходную и мне говорят, что ты сюда пришел, ты здесь давно не работаешь. Я просыпался, помнил этот сон и задавал себе вопрос, действительно, чего я пришел, зачем, зачем я возвращаюсь в это место. Мы снимали Хазанова в Москве, ездили с ним по России, проехали с гастрольными турами по Украине и США. Мы взяли весь архив, кино, видео, фото, звукозапись и перемешали. Ты вышел на сцену и пой. Это было замечательно, ничего плохого. Я про это сказать не могу. Это была окончательная победа искусства. Я сам тебе подарю. Ранний уход в рабочие очень поощрялся. Значит, у парня верные социальные инстинкты. К станку его сердце тянет. Он школу оставил, пошел на завод, как строчка из гренады. Меня устроили на такую максимально легкую работу в электроцех, цех номер 8. И сначала надо было установить, что я знаю, что я умею делать. Мне дали запустить магнитный пускатель и нарисовали элементарную схему. И я взял кнопку и взял магнитный пускатель и думал, если я как-нибудь пристрою нормально, если эта кнопка войдет в этот магнитный пускатель, то он и заработает. Они не могли поверить, что я делаю. Они стояли из другой комнаты, смотрели, и у них началась истерика. Они так начали смеяться, они сказали, что ты делаешь? Я говорю, как? Они говорят, вот же схема. А мне, что эта схема, что план взятия Парижа, что конструкция пирамиды Хеопсия. Мне было все одно и то же, я ничего этого не понимал. Тогда сказали, все, он будет приносить водку, закуску и ходить за молоком. И потом он еще будет заниматься работой для слабоумных. Он будет отбирать гаечки 5 миллиметров в одну ячеечку, а гаечки 6 миллиметров в другую. И еще огромные муфты провода, которые я быстро запутал. И месяца на полтора мне было работы. Я должен был разматывать вот этот провод. Я ходил из одной комнаты в другую, я занимал практически все пространство. У меня была кличка «Потанцуй». Очень надеялись на могучие силы рабочего коллектива. А то парень в конец от рук отбился. Растет без отца, мать с ним справиться не может. Какие-то у него завиральные идеи, артистом, видите ли, хочет стать. Ничего, придет в бригаду, там из него дурь-то повыбьют. Как получку домой принесет, так узнает, почем она копеечка. Человеком станет. Когда я сюда пришел работать, это предприятие называлось почтовый ящик 383. Это было секретное производство. Через некоторое время секретное сняли. Я это не увязываю в прямую с моим приходом. Но секретное сняли. Да. И стало это называться Московский радиозавод. Так по сей день, вот видите, и называется это. И однажды все-таки меня взяли в 25-й цех, где собирали телевизоры темп-6. Я пришел, разложил схемы, встал около этого электрического щита. И что-то я, пока мой напарник шел, он не успел. Я добрался до щита раньше. Я что-то нажал. После этого я увидел бледное лицо мастера этого цеха, который кричал такое, что вслух можно сказать только. В, на, и к, все. Мы сказали, уберите его, больше вы никогда сюда не водите. Чтобы он нам здесь не... Потому что у нас сейчас телевизоры пойдут с конвейера, падать будут. Вон отсюда. Коллектив нашего цеха к 22-му съезду стремится добиться звания цеха коммунистического труда. У нас уже есть бригады и отделения, которым это звание присвоено. Именно мастер участка должен сказать то настоящее веское рабочее слово. Инженеров уже миллионы, и они никто на 123 в месяц. Инженер — это герой анекдотов, это приговор, это диагноз. Один инженер, самый простой, самый заурядный инженер, решил летом отдыхать в Сочи. Он позвонил в кассы аэрофлота, и ему билеты привезли домой через 5 минут. Это еще не все, подождите. Он прилетел в Сочи около трапа, его посадили в легковую машину, привезли в гостиницу, дали ему номер с видом на море. Но в этом номере какой-то человек жил, этого человека сразу... Правильно, выселили. Там даже кто-то по-французски сказал, поперли. И вот самый простой, самый заурядный инженер, поселившись в номере со всеми удобствами, месяц купался, загорал, он так хорошо отдохнул, ему так понравилось, что он заявил, я теперь каждый год на отдых буду приезжать только в Сочи. Все. Опять, вот кто говорит очевидный, кто невероятный. Я же предупреждал, что эта история от вас максимального внимания потребует. Я готов еще раз ее рассказать, но прошу вас, настройтесь, иначе до конца передачи будем эту историю слушать. Пожалуйста. Итак, один инженер, самый простой и самый заурядный инженер из Англии, решил летом отдыхать в Сочи. Он... Почему вы вдруг так отрегулировали? Я и в первый раз сказал из Англии, что же в первый раз? Нет, сказал. Нет, это вы не слышали. Я сказал. Нет, я... О, ты какая! Я сказал первый раз. Технологические простои по вине поставщиков и смежников. Дни аванса и получки, предпраздничные и предвыходные, многое отвлекало от работы. И тогда выпивали. Это, конечно, во-первых, и это особый разговор. А во-вторых, играли в настольные игры. В карты на копеечку, в домино на пролезание под столом, в шашки на щелбаны-полбу. И обязательно пара умников из рабочей аристократии в шахматы. Такие люди по выходным ходили к заветным столам или скамейкам в парке или на бульваре. Одесса, Воронцовский парк. Давайте. Сначала? Да. Ну, а я без этих самых. Давай я. Без дыма? Да, так. Ну, хорошо, вроде бы. Хорошо. Бери, бери, бери. Нельзя, нельзя. Каня, да, коня. Все, все, все. Все упадешь, коня. Чш-чш-чш-чш. Да упадешь. Все хорошо, все. Все хорошо. Все хорошо. Он проиграет. Сдался. Все. Все. А как же? Давайте еще одну, а. Как, почему одну? 24 надо название чемпиона мира. Играть – это одно удовольствие, но может даже большее, стоя над доской давать советы играющим и объяснять окружающим про недостатки длинной рокировки и коня на краю доски, про непроходные пешки и про ничью при разнопольных слонах. Сквер в пригороде Сан-Франциско. Тот же самый дебют играется, как в Одессе, на бульваре. Черные начинают и умирают с голоду, это называется. А вы когда-нибудь видели, когда один человек играет в шахматы, а другой на гитаре? Причем один против другого. Пожалуйста. Играй в шахматы со мной. Да, пожалуйста. Я вспомнил такой анекдот, когда немец, англичане на русский стали беседовать о мясе. И немец говорит, вы знаете, ну и вообще-то свою скотину убиваем только при помощи электричества, чтобы она не успела испугаться. В противном случае мясо горчит очень. Англичане говорят, ну мы, говорит, перед тем, как скотину убить, мы ее сначала калорийно кормим, потом два с половиной часа. Она слушает инвенции Баха. Мясо получается нежное и нежное. Русский говорит, я даже не знаю, как у нас это делать, потому что в магазин заходишь, на прилавке кости, хвосты и копыта. И все, не знаю, взрывают их, что ли. Вы говорите по-русски? Да? Да. Нет, без часов. Нет, вы говорите по-русски хорошо. Я не буду переключать, потому что я не умею. Давайте. Что? Давайте. Без часов. Пожалуй, ничья. Ну, в общем, не Карпов, не Карпов, но и не Каспаров. Видимо, везде пожилые дядечки с шахматами – это социальные аутсайдеры-пенсионеры. У молодежи в скверике свои развлечения. Тинейджерская утеха 99. В моде она и у нас. Пошедшая от черных игра в мешочек с кристалликами. Он падает, как хошь. Увлекательный процесс. Пропадают оболтусы на улице. А все потому, что не могут американские юнцы пройти перековку в трудовом коллективе. Сам кинозал наверху. И люди, перед тем, как зайти в кинозал, останавливались здесь. И все, что предшествовало киносеансу, проходило здесь. Вот здесь был спуск вниз, и там был буфет. А здесь были ряды. И люди в ожидании сеанса культурно отдыхали. Был такое определение. А как же? Весь поход в кино был походом в культуру. Пришел в кино, даже если еще сеанс не начался, уже приобщаешься. Я ходил. Я ходил. Я так ждал. Я ждал. Я был зон. Я Сергей. Я ушел. Я ушла. Здесь предлагались различные мероприятия. Поступление духового оркестра. Или, например, как в фильме «Дайте жалобную книгу» Ирина Васильевна Зеленая играла такую певицу, которая перед сеансами пела в кинотеатре «Перекоп». И вот именно сюда нашу заводскую художественную самодеятельность пригласили, чтобы перед началом сеансов мы продемонстрировали недюжинные таланты. Мы выходили по моей режиссуре с разных концов. Надо сказать, что в то время с одеждой проблем не было. Магазины, детская одежда, детский мир, а также широкий ассортимент детской одежды на любом углу давал возможность быть красиво одетым. И очень недорого. Костюмы были в пределах рублей 16. Иногда даже это были венгерские костюмы. Я помню, сейчас вспомню, у меня был костюмчик в детском мире куплен. Я вообще долго одевался в детском мире. Сейчас, если бы неприличное питание, можно было бы вернуться. Кинотеатр «Ударник» из самых-самых центровых. Культовое место, сказали бы сейчас. Эстрада в тогдашнем кинотеатре обязательно как автосалон в нынешнем. В «Ударнике», правда, он только что закрылся. Но еще неделю назад на этой сцене стоял автомобиль «Крайслер» последней модели. Народа было довольно много. Мы подготовили произведение, которое я вычитал в библиотечке «Крокодила» на стихи Тимофеева. Значит, было бравурное музыкальное вступление на баяне. Вот на этом «М-бам-ба-м-бам-ба» я выходил с этой стороны. И глядя на тех, кто сидел в зале, я начинал петь трагические куплеты о том, что «Он был престарелый начальник, она секретаршей была, шел лето период начальный, и в старце любовь расцвела». В общем, короче говоря, 16-летний ребенок рассказывал зрительному залу о коллизиях, о взаимоотношениях начальника и секретарши. И в тот момент, когда она отвергла его сексуальные домогательства, он ее уволил. Причем это звучало в поэтической форме таким образом. Он говорил, «Хоть штатная ты единица, и мне казалось, для пущей убедительности надо показать, что это такое, тебя превращаю я в ноль». Вдруг, вот где-то здесь, пара среднего возраста, внимательно слушая весь текст, сопоставляя саму проблему с этим конкретным исполнителем, на весь зал спрашивает, она спрашивает у своего спутника. И я это слышу. Как ты думаешь, это мальчик или карлик? Почему это так меня обидело? Я не закончил произведение и не вышел на поклон. С тех пор прошло около 40 лет. Теперь я часто возвращаюсь к этому вопросу. И ответа на него пока нет. Годы, когда на актера пыталась поступить чуть ли не половина выпускников школ. Во ВГИКе конкурс был по 50-90 человек на место. Отсеивая толпы желающих, приемные комиссии проводили по два, по три отборочных тура. Я думал, что сейчас практически дверь откроется, вот как во всех этих отелях открывается. Только подходишь, она так, раз, и ты туда входишь, и все. И тебе говорят, ой, как хорошо, что вы пришли. С басней у меня все было понятно. Типа, кот Тимофей открытая душа принес коту Василию в зубах мыша. Кот Васька отмечал день своего рождения и принимал преподношение. Увидев дичь, что гость ему принес, хозяин проурчал брезгливо морщи нос. Спасибо, брат, но только зря старался. Давно прошли те дни, когда мышами питался ты, женя, дружище и звери, и так далее, и так далее. Вот, стихотворение было замечательное. Белла Ахмадулина. Это единственное, что я смог выучить наизусть. Стихотворение называлось «Светофоры». Что там были за слова? Что имела в виду Белла Ахатовна? Мне было непонятно. Но тогда, хотел сказать, и сегодня я не уверен, что до меня дошел весь смысл «Светофоры», и я перед ними становлюсь, отступаю назад. «Светофор» — это странное имя. «Светофор», «Светослав», «Светозар». Самое серьезное — это «Проза». И «Проза» — это такой серьезный рассказ, как не зная, что же из «Прозы» выбрать, я пришел к Райкину, в Центральный дом культуры железнодорожников, и стал спрашивать. Вот я собираюсь поступать в театральное учебное заведение, не мог ли бы он мне посоветовать, что бы мне такое читать, для того, чтобы комиссия была убита на повал. На что мне Райкин сказал, что каждый человек читает только то, что ему близко. И он мне сказал, если бы я сегодня поступал в театральное учебное заведение, я бы, конечно, выбрал начало седьмой главы из «Мертвых душ» Гоголя. Все. Для меня это был диагноз, рецепт. Я прибежал домой. Открываю Гоголя и читаю. Счастлив путник, который после длинной и скучной дороги с ее холодами. Право не знаю. У меня это не вызывает слез умиления. Ибо сочинительство в России после сибирской язвы, холеры, чумы и чумака – самое страшное заболевание. Уж казалось бы, какие были солидные столпы Отечества. И цензор Гончаров, и вице-губернатор Салтыков Щедрин, и тайный советник Тютчев, и даже председатель Верховного Совета Лукьянов. А вот, поди ж ты, подхватили эту литературную заразу, и на тебе пошла плясать губерния. Странно, господа. Отчего у нас каждый непременно хочет заняться каким-то посторонним делом, не приносящим пользы Отечеству? Я выучил, взять хотя бы с большим трудом, одну из пьес Петра Ильича Чайковского «Времена года» – «Ноябрь». Та-да-да-дам, бум. Та-да-да-да-да-дам, бум. Та-да-да-да-да-дам, бум. Это на тройке. И вот все это я выучил. Теперь это надо было все соединить. Гоголя с Чайковским. Басня, стихотворение и отрывок прозы наизусть. Считалось, что дарование и его характер лучше всего распознаются на этих трех примерах. По хорошо прочитанной басне комиссии обнаруживали в абитуриенте задатки комика. И тогда я пошел в училище при Московском художественном театре. Когда дошла очередь до меня, я встал. Они меня спрашивают, что вы там будете читать? Я сказал, Николай Васильевич Гоголь. Мертвые души. Седьмая глава. Начало. Музыка Петра Ильича Чайковского. Вот. Если бы каждый раз, выходя на сцену, я видел, что так люди смеются от того, что я что-то говорю вслух. Вот мне большего не надо было бы. Я сел за инструмент. Посмотрел на них почти уже торжествующим видом. Потому что, чтобы засмеялись при объявлении, такого я не ожидал. И я, значит, положил руки. Смотрю на них и говорю. Счастлив путник. Та-ра-рам. И я забыл, где это находится, вот то, что левой рукой. Пум. И не туда попал. Ну все, там просто хохот настоящий. Та-да-да-да-дам. Бум. Тогда я забыл, какие слова я должен был произносить. И опять. Счастлив путник, который после длинной и скучной дороги опять. Та-ра-ра-ра-ра. Мне сказали, молодой человек, спасибо. Достаточно. Рассказ этот можно закончить одной замечательной фразой, которые всегда заканчивали беседы с теми, кто мечтал пойти на сцену, но не имел для этого никаких оснований. Им говорили очень сердечно, вас ждут заводы. Молодой человек. Кстати, на престижные специальности было легче поступать по рабочей путевке. После двух лет на производстве абитуриент становился льготником. Московский радиозавод. В прошлом почтовый ящик. Закрытое предприятие. Кроме обычных телерадиоприемников, он что-то делал еще и для оборонки. Я купил такой финский комбинезон, такой крутой. Он был весь простроченный. И туда можно было положить большое количество отверток всяких, пассатижи. Потому что вообще я слово пассатижи первое услышал, когда пришел на завод. Я знал плоскогубцы. А пассатижи я не знал, что такое. Ну, можно было много отверточек положить. В общем, как-то экипироваться нормально. У меня была задача принести спиртной. И если мои сотрудники не были уже в состоянии, то развозить, как-то помочь добраться до дома. Потому что продолжение загула было в ресторане «Иртыш» у Павелецкого вокзала. Это уже когда были серьезные деньги, когда уже было рубля 2,5-3. Тогда можно было гулять. И там можно было взять горшочек с пельменями. Спиртное приносится с собой. И там уже шла пролонгация гульбы. Под действием опьянения человек теряет самоконтроль. Он плохо ориентируется в обстановке. Трезвые и пьяные – это два разных человека. Если бы те, кто злоупотребляет спиртным, могли видеть, как действует на них алкоголь. Больше меня потрясло вот что. Когда нечем было закусывать, потому что ресурсы денежные бывали на исходе, а пить надо было практически, так сказать, это не обсуждалось. Это не обсуждалось, потому что, так сказать, это была форма существования белковых тел. Вот так бы я сказал. И один раз я увидел такое просто выпивает человек. Причем были и малированные кружки у нас. У нас не было такого там фраже, что-нибудь такое, понимаете, фабержея. Не было ничего такого. Хрусталь. Нормальные малированные кружки. Нормальный пролетариат был. Разных национальностей, между прочим, должен вам сказать. Интегрированные только в одном стремлении поправить здоровье. И вот, когда нечем было закусить, и вдруг один из этих людей взял сгоревший предохранитель, пробку, и стал вместо колбасы и хлеба занюхивать этой пробкой, вот это потрясло моего воображения. Я такого не видал. Я спросил, а что же вы делаете? Они говорят, ну, не такой специфический запах, это жжёная, это не просто нормально. Она перегорела и пахнет. Поэтому это отбивает сивушный запах. Кто это вам сказал? Я вам говорю. А кто вы такой? Кто я такой? Да. У вас документы есть? Есть. Кто вы такой? Я зам начальника отдела. Пьянка на рабочем месте была одновременно и особо массовым, и особо тяжким нарушением дисциплины. Обычно наказывали рублём, лишали премии. Если не получалось поймать, когда приносят или когда распивают, старались ловить пьяных на выходе из проходной. Различались две кондиции – на ход ноги или на вынос тела. Бутылочка проносилась таким образом горлышком вниз, сюда, вот так. Теперь, значит, вот так вот здесь торчала сама бутылка. Надо было чем-то прикрыть. Я был очень худенький. Значит, поэтому пальто или спецовочка, может быть, синий халат, который практически мне сходил за длиннополую шубу. Вот. И вот я всё это проходил через проходную. Мне это дело надоело, потому что я боялся быть застегнутым, как говорится, на месте преступления. Тогда я сказал, ребята, раз мы окнами выходим на улицу, я предлагаю рационализацию. Такое у меня рационализаторское предложение. Мы взяли токелажную варежку. К токелажной варежке прикрепили провод. И вот попрошу сейчас к тому месту, значит, где осуществлялась связь с внешним миром. При том, что это было закрытое очень учреждение. Была форточка. Через форточку спускалась эта варежка токелажная. По моей команде я быстро загружал всё это дело. И это поднималось наверх. И я со спокойной совестью, с чистыми руками, никого не обманывая, шёл назад в проходную. А что я сегодня? Ну, так это, через меру немножко. Давайте поговорим на любую тему. Любую тему. Не надо же так употреблять. А что я пьян? А эти, бессловесный, лыка не вяжут. Такому фокуснику, будь он на арене цирка, позавидовал бы любой клоун. Однажды, в этот момент передачи информации, меня останавливает какой-то дядька. И говорит, мальчик, что ты делаешь? Я говорю, вы мне не мешайте. Не мешайте, потому что люди должны поправить здоровье. Так это называлось, поправить здоровье. Он говорит, хорошо. А в каком же цеху ты работаешь, мальчик? Я сказал, я работаю в восьмом цеху. А кто же, на каком участке? Я называю фамилию мастера участка. Фамилия мастера участка была Герцман, звали его Феликс. А начальник цеха был Евгений Иванович Рогов. И вот пока я дошел туда, до проходной, и пришел к себе на участок, кричали на меня, что я всех заложил. Это был директор завода. Человек, который был искренне удивлен, чем занимаются, значит, сотрудники его. У директора открылся нервный тик. Раньше никому не подмигивал. А теперь всем, причем обоими глазами. Нам приятно видеть руководящий аппарат в таком бодром настроении. Никто у нас на фабрике не работает, ни один человек. С утра до вечера сидим, обсуждаем, кого следующего. И вот как-то сидим в столовке, обедаем. Рядом со мной Леха Язвенник. Кашку жует. А за соседним столиком наш старший мастер. Петухов. Антрикот терзает. И я не знаю, то ли в Лехе язвы заговорила, то ли ему не понравилось, что петухов так аристократично ест. Он, знаешь, он не прям с вилки антрикот кусает, как все. Сперва кусочек ножичком отрежет. И только потом уже его в рот рукой. Леха таким тяжелым взглядом на него поглядел. Кашку заглотил и говорит, петухову пора сымать. Даже когда страна была невыездной, разница между нами и прочими народами мира считалась почтенной сатирической темой. Причем себя мы не жалели. Истории типа «русские немецы-поляк танцевали краковяк» ничем хорошим для русского обычно не заканчивались. В выездную эпоху мы стали больше гордиться собой и уже решили, что это не мы танцуем плохо, а просто все остальные нам навязывают плохой танец. Так все вычерчено. И так все правильно. Вот сейчас два человека прошли. Зачем они спросили, можно им пройти или нет? У нас бы сказали, что это вообще? Кино что снимается? Ты глянь, глянь, глянь. Извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Что вы тут занимаетесь? Это было несколько дней назад. Я сижу, ужинаю. Я прошу, подходит официантка. Я спрашиваю на очень плохом немецком языке, но не быстро. Я хотел бы салат из огурцов без уксуса. Когда я сказал «Онэ эсик», это есть без уксуса, ее лицо... Вот так она смотрела. Как будто я прошу, я не знаю что. Опять Германию, восточную часть, вернуть в границы германской демократической республики. Я говорю «Можно?» «Варун найн!» Она мне объясняет на прекрасном немецком языке, что уже все заправлено. Заправлены планшеты, космические карты. И так у этой уксусом все было уже заделано. Нельзя. Не надо, не надо импровизации, не надо творчества. Выполняйте, что написано в меню. Собираем человек весь этих дармоедов, обучаем их английскому языку. И весь этот боевой отряд ползучих гадов забрасываем. Не скажу, куда. Чтоб там раньше времени не узнали. Там они быстро акклиматизируются, быстро с кем надо покорешаться, они это умеют. И быстро внедрятся во все отрасли капиталистического народного хозяйства. И вот в один прекрасный день ихний миллионер эксплуататора кровосос заходит в магазин с целью приодеться. А там уже наш человек надевает на него костюмчик, сделанный нашим же человеком. Творчество не может быть по вытерченным камням. Вот я вот так буду ходить, вот так, вот так, вот сейчас буду, вот так, каждый камушек буду ходить. Это что такое? Что ли дело у нас? Можете? Он говорит, о чем вы говорите? Вы что хотите именно? Я хочу огурцы. Пожалуйста. Какие? Свежие? Есть, есть. Он говорит, а соленых не хотите? Нет. А картошки? Нет. Тебе вот еще столько предложат. Это не важно, что потом выяснится, что нет огурцов. Это не имеет значения. Но это все с душой будет. Принесут помидоров. Не важно. Но нет вот этого, 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 раз, понимаете? Вот это, ба! Ведь это хорошо где? На посту номер один. А когда ты приходишь, есть. Или когда ты выходишь на сцену. Это же есть. Представляете, вот поэтому, поэтому в российской бесшабашности заложен закон творчества. И уже в полной невменяемости этот миллионер ползет в поликлинику. А там уже объявление всем миллионерам срочно пройти флюорографию. Не позднее. Вчерашнего дня. И очередь в регистратуру на месяц вперед. Вот так. А флюорография на ремонт закрыт. О, как! Но все-таки он через неделю в состоянии инсульта доползает до участкового врача. Тот ему ставит диагноз. Все. ОРЗС, плоскостопие. Все. И дает ему бюллетень на три дня с ежедневной сдачи анализа. Анализа. Еще не все. С ежедневной сдачей анализов в соседней поликлинике. Вот так. А соседняя поликлиника в соседнем городе. О, как! В результате этот миллионер, тьфу! Он даже не в состоянии думать об эксплуатации человека-человек. Теперь он только думает, как ему выжить в этих каменных джунглах. Смотрите в следующей серии. Я шапку так натягиваю на лицо, чтобы меня не было видно, и стучусь в автобус. Открывается дверь. И я говорю, где тут незалежные? Выдано Николиськину МП, Николиськин МП, это я, в том, что он страдает отсутствием соображения. В скобках, что, к чему, и подпись временно исполняющей обязанности врача Свечкин. Подогнулись как-то ноги. Парашют меня накрыл. Театр эстрады. Вас беспокоит Николай Озеров. Отдайте моего Мишку, которому я делал укол циркулем. Злочевский, вы же с красной повязкой бить нельзя. Да не было такого про злочевского. Да это было про старостина. Так не принимают меня. Представляете, они не понимают, что перед ними практически уникальное существо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...